Ребята, всем привет. Меня уже представили. Меня зовут Сергей. Я DevLift компании DevPro. Немножко хотел бы познакомиться с вами перед этим. Поднимите, пожалуйста, руки, кто относительно регулярно пишет юнит-тесты на своем проекте. Супер, есть такие люди. А у кого на проекте используется карма? Ну, тоже там половина. А есть люди, которые используют жест? Я вижу одни и те же руки. Хорошо, ладно, отлично, спасибо. Сегодня я буду рассказывать о нашем опыте написания тестов и наш опыт миграции, перехода из кармы на жест. Почему наш опыт будет вам полезен? Потому что мы большая команда. Сейчас это более 100 человек на трех континентах, которые столкнулись со всеми теми же проблемами, с которыми сталкивались вы. Может, даже больше. И в основном сталкивались по мере роста проекта. Мы начали для того, чтобы команда работала единым механизмом, выделять best practices с наших подходов и нести эти знания в люди. Подробнее о чем буду сегодня говорить. Это почему инструмент юнит-тестов полезный, почему стоит обратить на это внимание, уделять внимание на своем проекте. Наш конкретный опыт перехода из кармы на жест, какие мы бенефиты от этого получили, с какими проблемами столкнулись. И наши гайдлайны по написанию юнит-тестов. Поскольку я буду часто обращаться к нашему опыту, вкратце введу в контекст технологического стека нашего приложения. Это Angular Application. Изначально за юнит-тест отвечали жест и карма. И за CI отвечал Jenkins в Windows окружении. Поверхностно, думаю, для этого доклада это будет достаточно. По-моему, эта картинка идеально демонстрирует, зачем нужно обращать внимание на юнит-тесты. Потому что для всех разработчиков типичная, знакомая очень картина, когда вы залили какую-нибудь фичу. Фича даже работает. Но немножко другого функционала она хорошенько так отколола. Либо bug fix, который, да, исправляет конкретную проблему, но создает две новых. Для нас это тоже была актуальной проблемой, которая весьма осложнялась тем, что у нас проект очень гибкий в плане настроек. И в один момент времени видно, наверное, процентов 40 функционала приложения. Потому что весь основной функционал просто взаимоисключающий. Из-за чего, когда ты что-то меняешь, не сильно понятно, что меняется на другом стороне каната. Наверное, юнит-тесты, конечно, не исключают полностью все баги из бэклога. Но в зависимости от того, какой процент времени вы на них тратите. То есть там 10-20 процентов, наверное, это хороший показатель. 30 – это нормально. Но когда это перескакивает за 50 процентов, вы тратите больше времени на стабилизацию проекта, продукта, чем на его развитие. Это явный показатель того, что что-то идет не так, и нужно задачу решать комплексно. В нашем случае мы не сильно замечали, когда мы перешагнули вот эту вот красную черту, потому что процент, я думаю, так на любом проекте, процент этих проблем, он рос постепенно. Там было сначала 10 процентов, 20-30, и мы плавненько так подбирались, привыкая к этому значению и не замечали. В итоге в релиз такая команда выходит примерно таким образом. В нашем случае это означало, что мы овертаймили полтора месяца. То есть, да, нормально, когда при релизе все фичи ставятся на холд, и вы в основном занимаетесь стабилизацией продукта, местом его развития. Но полтора месяца это явно было перебор с овертаймами. И мы подумали, после все-таки, когда этот релиз сдали, немножко отдохнули, коньячку выпили, подумали о том, как бы следующие релизы проходили более гладко. Собственно, ответ напрашивался сам собой. Нам нужно выявлять проблемы с кодом на как можно более ранней стадии. Как раз инструмент юнит-тестов очень хорошо с этим помогает. Также мы еще используем, в последнее время начали подключать и end-to-end тесты. Тоже очень крутой и мощный инструмент. Топик для отдельного доклада, но в принципе на своем проекте рекомендую вам ознакомиться с этим. Единственная такая серьезная проблема с юнит-тестами бывает, когда разработчик сделал какое-нибудь изменение, у него юнит-тесты упали, и он такой думает, наверное, проблема не с моим прекрасным кодом, а просто с юнит-тестами. И он берет или игнорит тесты, или берет там actual result, подставляет его в expected result и все зашибись. Лично мое мнение заключается в том, что таким разработчикам нужно отбивать киянкой пальца такую кастрацию для программистов проводить. Но на проекте выбрали такой более лояльный подход — это код-ревью. В принципе, он как раз у нас был до этого. Поэтому действительно я думаю, что если у вас используется тест, тестирование автоматизированное на проекте, код-ревью очень полезно для того, чтобы бороться с такими вот соблазнами. Чем еще для нас были сильно полезны юнит-тесты? Это когда просто приходит новый человек в команду и говорит о том, что у него есть определенные желания что-то сделать с вашей архитектурой. И в принципе мы довольно тоже лояльно относимся к таким людям. У нас есть отдельный проект в Jira, куда человек вносит свой пропоузл, чтобы можно было бы улучшить. И в принципе там процентов 90, что этот пропоузл, он принимается к реализации. Потому что, ну, когда человек это именно внес, задокументировал, он уже обдумывает это решение, примеряет, действительно ли оно хорошо сработает с проектом, вместо того, что, ну, когда он там просто говорит, а, все не то. И когда вот начинается просто рефакторинг кода, опять же, юнит-тесты показывают себя довольно хорошо. То есть есть два основных кейса. Либо человек просто от рефактора варит какую-то функцию. Тут тесты показывают себя с наилучшей стороны в плане того, что подразумевается, что не будет меняться API. И, соответственно, если тесты упали, значит, после рефакторинга человек что-то сломал, какой-нибудь живого функционала. Второй же случай — это когда человек действительно уже там какой-то вносится пропоузл о том, что нужно сделать какой-нибудь рефакторинг. Это уже подразумевает то, что меняется взаимодействие между компонентами, ломается API, ломаются тесты. Но если тесты уже были, то будь добр, пожалуйста, просто напиши их заново, и человек пока будет писать эти тесты, во-первых, он найдет еще парочку багов, которые он забыл, поправит их, потом QA найдут еще баги, не дай бог клиенты. Тоже мы там эти кейсы закроем юнит-тестами, и все, опять же, после рефакторинга у нас будет закрыто юнит-тестами все приложение, функционал. Значит, команда согласилась о том, что юнит-тесты подошла к тому, что нам нужно сосредоточиться на юнит-тесты, поскольку у нас людей дофига, тестов тоже стало резко дофига. Ну, то есть у них и так какое-то… они были, но мы просто не обращали на их внимание. Когда их перевалило за 2000 на проекте, мы начали сталкиваться с тем, что, ну, выполняются они довольно долго. То есть это было 5 минут, и вот 3 минуты, почти 4 минуты, это выполняются сами тесты, плюс еще 5,5 минут. Вообще выполняется эта вся команда npm run-test, потому что карме нужно было еще с TypeScript скомпилить JS, а потом поверх него уже прогонять тесты. В итоге у нас еще были другие проблемы в том, что, как я сказал, нужно скомпилить. Соответственно, мы каверидж видели в транспайленном коде. Это была не самая большая проблема, но все-таки не очень удобно. И личная боль, наверное, для каждого, в частности для меня, о том, что юнит-тесты нельзя было дебажить. Это проблемы именно конфигурации с нашим проектом были, потому что, ну, понятное дело, кармовские тесты можно настроить, чтобы они дебажились. Но скоуп этих проблем говорил о том, что нужно проблему решать. И, как говорится, 7 бед, один ответ. Для нас это было жестом. Что такое жест, в принципе, люди уже более-менее слышали. Это разработка Facebook. Библиотека довольно популярная. Ей пользуется, понятное дело, сам Facebook, Airbnb, Spotify, New York Times и так далее. Какие преимущества, точнее, какие положительные стороны жеста? Первое. Как для людей, которые уже написали 2000 юнит-тестов, очень важен был первый пункт, то, что есть alias compatibility с джасминовскими тестами. В итоге, когда мы переходили с кармена жест, все код-ченджи, которые мы сделали, это когда есть тест какой-то асинхронной функции и принимается данный callback. Мы указывали тип, что это данный из justmin функции. Нужно было просто поменять тип на жестовский и все. Второе, то, что он быстрый, написано на слайде fast and sandboxes, потому что быстрый он в основном из-за того, что юнит-тесты выполняются параллельно. И там еще другая под капотом фича. Karma запускает протрактор. В нашем, по крайней мере, случае протрактор запускался. И жест уже работает на JS-доме. Он хорошо работает с TypeScript, подключается к тест жест. И он сразу уже прогоняется по TypeScript, а не по JS. Понятное дело, все юнит-тесты хорошо дебажатся. И у него есть встроенный каверидж. Плюс то, что конфигурация, если у вас React проект, то конфигурацию вообще не нужно проводить, как два детища Facebook, оно работает в симбиозе хорошо. Ну и для случая Angular вам всего лишь нужно подключить жест-пресет Angular. Там в одну строчку конфигурация работает. Jazz запускается. После того, как мы переехали, наши достижения заключались в том, что мы с 5,5 минут упали до 3 минут 40 секунд при первой прогонке. И вторая прогонка проходила еще быстрее, всего лишь за 2 минуты. Мы были счастливы в этот момент. У нас проходят тесты быстренько. Мы закрыли все эти проблемы, которые я говорил. У нас появился каверидж в TypeScript. В TypeScript у нас тесты начали дебажиться. Но счастье наше длилось очень недолго. Ровно до того момента, пока не залили все в основной репозиторий. В итоге мы долбались с этой проблемой довольно долго. То есть, ну ладно, значит, валится CI. Что нужно сделать? Ну, полезли посмотреть логи, почему он валится. То есть, ну, понятное дело, локально у нас проходил, мы проверили. Посмотрели, логи говорят о том, что не хватает памяти. Мы попросили клиента, чтобы он немножко докинул памяти на виртуальную машину. Там было 6 гигабайт, там докинули до 8. Проблемы продолжились. Мы продолжали копать дальше. Нашли проблема в том, что у нас идет утечка памяти. И утечка памяти из-за зон.js. Напомню, как работает зон.js. Вот на слайде у нас есть две зон. Это глобальная переменная. Мы создаем один setTimeout, второй setTimeout и выводим одну и ту же глобальную переменную. Но результат мы получаем разный. Это немного странно, потому что setTimeout, они выполняются в глобальном контексте. И одна и та же глобальная переменная. Мы должны были бы получить один и тот же результат. Но мы получаем, код отрабатывает как того и хотелось, как мы того и ожидаем. Как это получается? При момент погрузки к проекту зон.js, он патчет весь асинхронный браузерный API. Примерно вот таким способом. И после этого каждая асинхронная функция, она запоминает контекст, с которым была она вызвана. То есть, вот смотрите, из-за того, что она запоминает контекст, с которым была вызвана асинхронная функция, мы, получается, холдим, мы в запомыкании функции холдим контекст. Соответственно, ну, то есть мы в каком-то классе вызвали асинхронные функции, мы этот класс захолдили, у него там еще свои референсы и так далее. Мы по референсам холдим там добрую половину проекта. По идее, зон.js, он когда выгружается, он возвращает браузерный API в исходное состояние. Ну, как раз бага заключалась его в том, что часть объектов он забывал вернуть в исходное состояние. Из-за этого, когда он выгружался, он что-то там не вернул в исходное состояние. Самый глобальный, там, условно говоря, самый глобальный объект, условно говоря, там, Windows, Windows, он оставался все время между всеми T-сьютами. И поэтому, когда заходил новый T-сьют, мы патчили заново и таким образом, ну, как луковица, наслаивали нашу утечку памяти. Собственно, как мы это чинили? Если я сказал, что он забыл что-то он патчить, нужно сделать это за него. Тут нам весьма помогло то, что еще одна фича зон.js, ой, извините, жеста, в том, что он очень гибок к тому, чтобы ему подсунуть немножко как-то, поменять его поведение. В частности, мы отнаследовались от JS DOM environment. В нем есть две функции setup и tiersdown. Setup происходит перед началом выполнения T-сьюта и tiersdown, соответственно, после его выполнения. На setup мы бэкапили вот эти вот объекты, сохраняли их и после выполнения T-сьюта возвращали в исходное состояние. Таким образом, вот именно проблему с ZUN.js мы закрыли. Конечно же, как сознательные разработчики, мы пошли на GitHub, сказали об этом ребятам, которые пилят ZUN.js. Они признали, что это бах, даже пофиксить его уже успели. Но проблема в том, что с того момента новая версия ZUN.js еще не выходила. То есть это будет пофиксено в версии 8.27. Но если вы сейчас, до сих пор еще можете, сейчас текущая версия это 26, вы можете столкнуться с этой проблемой. Поэтому, пожалуйста, используйте решение. Пофиксили мы. Но это не исправило сильно положение дел. CI упорно не хотел собираться с теми же самыми проблемами. Тут уже, конечно, закрадывались мысли, типа, у нас уже начали шуточки вот эти ходить, типа, зря мы отказались от кармы. Карма у нас покинула. Забегая наперед, скажу, проблема оказалась вообще в том, что CI настраивали деопсы нашего клиента. У нас не было доступа к его настройке. И оказалось то, что в Windows окружении, когда запускается Windows Remote Control из-за групповых политик, там есть ограничения на процесс, который запускается. Ему дается всего лишь 3 гигабайта оперативной памяти. В итоге мы там просили поднять до 8, потом, по-моему, до 16 выклинчили. И все в холостую, потому что приложение, когда запускался, он мог максимум распоряжаться 3 гигабайтами. Мы до того, как это обнаружили, пошли дальше по пути оптимизации, нашли, думали, что с этим сделать дальше. Что мы придумали? Возвращаясь в этот же JS DOM environment, после операции tears down мы вручную начали запускать очистку, запускать garbage collector. То есть по умолчанию garbage collector запускается, когда выделенная память подходит к пределу, либо в каких-то других кастомных кейсах, во время простоя, например. Но штука garbage collector в том, что сложность алгоритма выполнения по очистке памяти, она растет, по сути, экспоненциально, чем больше памяти ему нужно выгрузить. А поскольку это нормально, когда пользователь пользуется приложением, и очистка памяти нужна как можно реже, потому что большую часть ресурса он, наверное, будет использовать дальше. Но во время выполнения тестов от T-Suite к T-Suite одни и те же объекты не используются. То есть в момент, когда мы стали очищать память сразу после выполнения T-Suite, когда уже стопудово объекты нам больше не понадобятся, которые были созданы, Таким образом, garbage collector начал в итоге отрабатывать быстрее. Мы пристали выходить, по-моему, за предел даже там меньше, короче, больше гигабайта мы не выжираем памяти. И побочный эффект мы словили в том, что просто тесты начали проходить быстрее. Сейчас наше достижение в том, что мы уже написали 4700 тестов. Первый проход выполняется за 7 минут и второй за 4 минуты 40 секунд. Перейдем от того, что запускают юнитесты, к тому гайдлайнам, которые мы разработали по их написанию. Вот, в принципе, юнитесты, по-моему, это примерно вот как для девушки нижнее белье. В принципе, клиент навряд ли их увидит. Но, ну, к хорошему клиенту можно немножко юнитеста показать. Но если у вас хорошие юнитесты, они добавляют стабильности, уверенности всему проекту. Проблема у нас заключалась в том, что мы, было большое количество людей, в какой-то момент можно было написать книгу, типа, тысяча и один способ, как написать юнитест. Вот, если для кода существуют солид, кис, паттерны, людям более-менее сфокусировано, как правильно нужно писать код, то юнитесты в основном люди просто знают, как можно написать, но каждый пишет на свой лад. И мы начали собирать самые лучшие подходы, которые нам понравились, для того, чтобы писать тесты очень считабельно, структурно и идеобразно, для того, чтобы это был полезный, удобный инструмент для всех. Первое правило, рекомендация, лучше скажу, говорит о том, что тестируйте публичный API, но не нужно тестировать детали имплементации, то есть приватные методы. Я прекрасно понимаю, что вы сейчас вспоминаете какой-нибудь свой самый страшный класс в проекте на тысячи строк кода, не дай бог, на десятки тысяч строк, которым там парочку публичных методов, все остальное это вот эти вот детали имплементации, смачно сдобренные фэлсами. Ну, я скажу про этот кейс отдельно, но так, про сферические юнитесты в вакууме должны быть такие, что вы тестируете только публичный API, как потребитель этого класса со стороны. То есть юнитесты, они предполагают, что вы используете довольно активно dependency injection, который, в свою очередь, предполагает расслоение архитектуры на взаимодействие между ними, между слоями через публичный интерфейс. Вот как раз это публичный интерфейс и призванный тестировать юнитесты. Но в случае, если все-таки у вас какой-то там API, который, ну, как я описал, нет возможности протестировать, то мы рекомендуем использовать для этого, мы использовали первый вариант, brackets notation. Таким образом, есть способ достучаться до приватных, заспаять, замокать приватные функции. Либо можно кастить к n. То есть вот последний вариант, когда мы просто создаем сервис типа n, тестированный сервис типа n, не рекомендуется по двум причинам. Потому что, первое, ну, вы убиваете интеллисенс, а второе из-за того, что вы прямо даете карт-бланш всем о том, что можете мокать что угодно. То есть это скорее должно быть, как это правильно сказать, вынужденная мера, когда у вас нет другого способа, чем вот давать такой карт-бланш. Это к тому же полезно о том, что детали имплементации, ну, там, при рефакторинге особенно, они меняются реже, чем публичные API. Соответственно, ну, если вы будете через публичный метод достучаться ко всем приватным методам, вам просто не придется так часто менять юнитесты при рефакторинге. Следующее. Рассмотрим такой сложный сервис на два метода. Добавить пятерку и добавить строку к строке. Какова рекомендуется структура для таких тестов? Ну, точнее, для всех тестов. Начинаем testSuite. Первое. Аргумент мы указываем класс, который будет тестироваться. Создаем переменную, тестируемую. BeforeH, ну, тут понятно. Далее, для каждого публичного, точнее, публичного, для каждого тестируемого метода мы создаем свой отдельный testSuite для того, чтобы группировать их. Таким образом, мы и в describe, вот здесь мы уже указываем имя тестируемой функции. Таким образом, когда, например, тесты падают, нам сразу вся эта иерархия видна, что класс один, describe метод такой, и выйти уже написано, что именно тестируется. И, в общем, оно сгруппировано, довольно удобно находить, где какой тест, где что тестирует. Тесты. Обычно в тестах есть четыре смысловых блока. Мы создаем какие-то переменные, спаем, спаем что-то, мокаем, вызываем тестируемую функцию и проверяем результат выполнения функции. Каждый из этих смысловых блоков желательно отделить пустой строкой. Это просто, опять же, помогает читабельности, удобству потребления такого теста. Моки. Для создания моков рекомендуется просто не вписывать логику. Моковый класс должен просто содержать структуру, а мок содержать структуру, возвращая дефолтные значения. А мокать в дальнейшем, вы будете мокать просто возвращаемый результат, там, где используется мок, и не мокать функционал, потому что не нужно мокать тем, что вы там подкидываете какую-то свою реализацию функции, потому что от теста к тесту оно будет накапливаться, усложняться, в итоге вам понадобится отдельный тест на тест. Не забывайте, к тому же, про суффикс мок для классов, для моковых классов и моковых переменных. Это, опять же, создает читабельность. Понятно, что сразу бросается в глаза, что является моком, что является классом, который вы тестируете. Все моки желательно объявлять сразу заранее. То есть в данном случае, например, сервис C, он не участвует в создании сервиса А, он просто там где-то дальше передается в аргументы метода. Но желательно его создать заранее. Во-первых, если вы будете создавать его в каждом тесте по месту, вы дублируете один и тот же код. И, во-вторых, вы сразу видите, какие зависимости потребляет ваш тест. В самом начале это будет выписано. Подведу небольшой промежуточный итог. Первое. Старайтесь тестировать публичные методы, только публичные API. Второе. Создавайте test-suit для каждого публичного метода. Третье. Не забывайте про суффикс мок. Это было четвертое. Третье. Это мокайте только результат, но не мокайте логику. И создавайте, не используйте локальные моки. Немножко затронем топик тестирования синхронной функции. В случае, когда у нас есть тест для функции, которая возвращает callback, мы можем передать дан callback. И вот в данном случае, то есть у нас getData возвращает callback, мы его экзекьютим и проверяем уже возвращаем результат и вызываем функцию дан, говорим о том, что мы проверили, закончили выполнение теста. Но в случае, когда у нас возвращает, когда тестируемая функция возвращает promise, мы, ну, нежелательно использовать addData. Нам достаточно возвращать promise из нашего теста. Jest, по крайней мере, jest точно, я проверял, он позаботится о том, чтобы захендлить promise. И таким образом вам вот эти вот функции, вот здесь написано наиболее нативно, оно отработает нормально. Еще такие маленькие советы, я уже не стал разносить по слайдам, в том, что не используйте testbed для юнитестов. Это инструмент англоровский, который позволяет создавать сервиса. Во-первых, вы, то есть testbed, fake-async-tick, это англоровские инструменты, не стоит подмешивать их для юнитестирования, в то время как того фреймворка, который вы используете, вам, скорее всего, будет достаточно. То есть, например, в Jeste есть run all test, run all timers и run all ticks. И последняя вещь, как можно сэкономить наш хинт, как можно сэкономить намоковых данных. К примеру, у вас есть функция, которая потребляет объект user, он очень большой, в нем там 20 филдов. Но в самой функции используется только два из них — id и name. Мы можем просто создать объект с двумя этими пропорциями, указать там id и name и передать этот объект any в тестируемую функцию, и все. Я подобрался к финалу. Напомню, о чем мы говорили. Это почему юнитесты полезны. Инструмент. Вот оглянитесь, посмотрите на свой проект, посмотрите, какой процент багов находится у вас в бэклоге. И, возможно, вам нужно что-нибудь принять по решениям того, как уменьшить их количество. Попробуйте джест. Реально крутая штука, и индустрия, в принципе, к нему сейчас разворачивается. Можете сравнить, как растет запрос в гугле, как растет счетчик в npm и в ярне по скачиваниям. И всегда старайтесь писать тесты максимально простыми, структурированными, читабельными. А, да, небольшой хомворк. Для тех, кто… уже оставил за скобками, но для тех, кто хочет еще больше удобства, это важная тема для вашего проекта, разберитесь, посмотрите на плагин Wallaby.js. Зайдете на сайте, там сразу вам расскажут, на сайте этого плагина расскажут его плюшки. Но суть в том, что он очень красиво, удобно помогает вам писать тест. Он сразу показывает, где именно упал тест, в чем заключалась ошибка, и добавляет удобство. У него есть там плагины для каждой IDE популярной. На этом все. Спасибо. Почему тесты так долго выполнялись у вас? Вы имеете в виду на карме? У вас какая-то сложная логика в карме была, да? Именно в карме? Ну, во-первых, то, что их просто 2000, это довольно много. Во-вторых, насчет логики, ну, я бы не сказал, что она там сильно особо сложная. Я думаю, в основном дело в том, что их просто много, они из-за этого, то есть, они пока скомпайлятся. Ну, так, я это проверял на своем Mac. Большинство времени уходит на компиляцию, правильно? Не, на компиляцию как раз уходит не очень много. То есть, ладно, очень долго свайпать, но суть в том, что на компиляцию там уходит, у нас 5,5 минут было, сами тесты, по-моему, за 3,40 выполнились. То есть, там на компиляцию ушло, ну, получается, 2 минуты где-то. Ну, ладно, много ушло. Вы веб-пак используете? Да. Ну, да, ребята, я что хочу сказать. В принципе, мы по комплексу там своих проблем решили, что нам жест удобнее. Были ребята, которые имели с ним опыт, но в принципе, можете попробовать разогнать карму. То есть, я видел, есть проект Karma Parallel, который позволяет тоже запускать кармовские тесты параллельно. То, что не дебажились у нас тесты, это вообще лично проблема нашего проекта, там какая-то беда была с конфигурацией. То есть, ну, есть решение и для кармы, можно попробовать. Ясно. Ну, у нас сейчас на данный момент 300 тестов где-то в целом. Но они 4 секунды отрабатывают. Возможно, просто недостаточно их или как-то мы неправильно их делаем. Ну, то есть, смотрите, проблема, возможно, скорее всего, вы правильно пишите тесты, но еще в чем дело? То есть, когда заканчивается тест, он начинает, то есть мы создаем класс, мы начинаем удовлетворять все зависимости этого класса. То есть, он, например, импортит себе там RxJS, там что-то еще. То есть, все это начинает выполняться, а поскольку проект большой, то у нас, например, 10 тестов у вас и у нас, они у нас будут выполняться дольше. Просто из-за того, что пока ему нужно будет вот создать все dependency, все протянуть и выполнить. Ну, я пока плохо понимаю, я просто на view пишу сейчас. Как в ангуляре оно работает, я даже пока мисс плохо ориентируюсь. Ну, спасибо, спасибо, все равно. У нас, у нас есть размера, веба, и там есть одна, две. Да нет, у нас там есть довольно здоровые, но там же компоненты, там не классы, там чуть-чуть иначе. Ну, честно сказать, не скажу. То есть, у нас, ну, просто много тестов, у нас там проект большой, но я бы не сказал, что там идут прям космические вычисления во время, ну, там, логика довольно стандартная, ну, где-то посложнее, ну, там, я не думаю, что там что-то прям сильно особенное, что долго выполняется. И именно из-за этого. Там в основном проблема как раз в создании, инстансировании, потому что, ну, у класса есть какие-то там свои импорты, и вот по ним нужно пройтись, то есть, ну, из-за вот большого, большого количества зависимости это возникает. Ну, это же все равно модули, они кэшируются, насколько я знаю. Каждый модуль кэшироваться должен при работе, при запуске теста каждый модуль уходит в кэш, и потом из кэша достается веб-пакам, ну, сама модульная система, там же ОМД. Еще уточню, что у нас третий веб-пак, ну, мы еще там до четвертого не перешли. Может быть, на четвертом там бы было бы немножко быстрее, но да, то есть с кэшированиями, ну, не скажу честно. То есть я именно в оптимизации тестов, понятное дело, ребята смотрели, что там будет, но я именно почему так долго тест там выполняется, именно не разбирался. Это вроде, ну, там на поверхности, то есть все, это каких-то прям серьезных проблем, там проколов не было. Причем, ну, когда мы уже перешли на жест, мы уже начали там полировать, то есть с жестом мы получили там прирост производительности там процентов на 40, может даже чуть меньше. То есть и вот когда жест у нас падал на CI, мы там уже лопатили все вдоль и поперек, и если бы мы нашли, то есть мы там добавили снапшоты по heap size, мы добавили тесты на memory leak, мы добавили, мы просто там лопатили архитектуру, ну, то есть найти вот эту проблему с zone.js, ее было вполне довольно тяжело, то есть люди там сидели полтора месяца. Поэтому, если бы у нас были именно проблемы, которые, ну, вот просто где-то мы какую-то галочку забыли, из-за этого оно выполняется в два раза дольше, я думаю, ну, это было бы, это нашлось бы. Ну, в общем, есть причина, скорее всего, подпокупать, которую мы так долго выполняем. Извините, я не смогу достаточно. У нас разные, наверное, просто проекты и по объему, и по размеру. Наш проект пока маленький, поэтому о чем говорить? Если у вас количество срок кода 50 тысяч, то или там сколько, или 80, то о чем там речь может быть? Конечно, он будет сложнее, дольше компилироваться, дольше тестироваться, все будет дольше. Все. Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Возможно, еще вопросы? Спасибо за доклад. Вопрос такой, оглядываясь на опыт перехода, стоило ли оно того вообще? И если бы сейчас принимали такое решение, переходили бы вы на жест или все-таки полировали карму? Ну, честно говоря, PM бы однозначно ответил, что мы бы не переходили, потому что ему очень долго приходилось краснеть. Основная проблема была в том, что мы пришли к клиенту, то есть у нас там глобальные архитектурные решения, есть клиент. В общем, тех менеджер на стороне клиента, которые прувят эти решения. Мы к ним пришли, говорим, вот жест, классная вещь, мы там даю, зуб даю, все будет окей. И тут как бы не сильно окей, и мы в какой-то момент уже не повернули назад, просто потому, что мы не могли сказать, типа, чувак, сорян, мы сожгли там тысячи человеко-часов и ни к чему не пришли. Нужно было уже просто добивать. Но в целом, именно если там вот забыть вот эти вот проблемы, то мы довольны именно тем, как у нас сейчас отрабатывает. То есть у нас выводится там, output стал красивенький там в цветах. Мы более видим точно, сейчас показывается, где у нас именно в какой строке была ошибка. Но сейчас, наверное, мы могли бы, конечно, детальнее рассмотреть такие, как бы можно было бы карму лучше. То есть если мы могли бы добиться очень похожих результатов, но на карме, наверное, мы бы, да, использовали бы карму. Ну, я вам для этого рассказал все наши мучения, чтобы для вас это прошло проще. То есть на самом деле там, вот, например, в вашем случае, когда там проектов, сколько вы сказали, 800 тестов, и проект не очень большой, там банальным переход можно пройти на том, что вы там подмените в пакетже и Sony зависимость там на жест и все. Потому что он, ну, конфигурация довольно быстро подключается, алиасы совместимы. В итоге, ну, там много усилий не нужно на его переход. Даже, я же говорю, даже проблема вот эта с тем, что память локально у нас проходила, потому что на локальных машинах 16 гигабайт оперативки, да, memory leak, но там хватало. Я тестировал, у меня там съедало около 7 гигабайт оперативной памяти. Было бы там на CI-16, ну, типа, окей, ну, CI-16 реально доступных. Окей бы, мы бы, может быть, и не заметили. У меня есть небольшой вопрос. Вы сказали, что жест, он распараллеливает тесты. Да, он запускает распараллеливание. Происходит процессов там или потоков. Он оперирует потоками, то есть процессы, ну, уже это отвечает операционная система. Вот в количество, то есть какое создается, там, я не помню, как это называется, механизм, но там есть какая-то хитрая либо, которая проверяет, в каком окружении оно было запущено и делает предположение в целом довольно удачное, какое будет оптимальное количество потоков для запуска именно на вашем железе. Так, смотрите, даже если мы распараллелим на 5 процессов, то улучшения скорости прохождения тестов должны быть сопропорциональны. Вас не удивимо, что только на 40% домов вам прирост тестов? Ну, я понимаю, в чем вопрос. Смотрите, если, когда запускается один тест, там, во-первых, я, кстати, проверил, вот в сингл потоке джесс проигрывает. Ну, то есть я когда запускал, вот для того, чтобы сравняться по, ну, для, именно на нашем проекте, я вот читал статьи, когда готовился к докладу, вот там ребята показывали, что вот реально он запустил в двух потоках, у него там перформанс в два раза по сравнению с кармой, да, по сравнению с кармой. Ну, я говорю лично там вот то, что именно я проверил. Вот для того, чтобы выровняться с перформансом кармы, нужно запускать для нас тесты как минимум в два потока. В одном потоке он даже проигрывает. Почему именно… да, и получается, что, когда запускается в одном потоке, мы съедаем примерно, там, типа, 30% CPU. И в итоге, когда мы запускаем, там, по-моему, по умолчанию на моей машине запускалось 7 потоков, но это там для оптимизации, потому что пока там одна асинхронная операция, там может выполняться что-то другое, но в итоге, типа, если один поток съедает уже 30%, ну, понятное дело, там, прироста более чем в три раза, там, тяжело ждать. Спасибо. Еще такой вопрос. Вы говорили, что вы писали, начинали писать тесты уже на существующий проект, правильно? Да, конечно. Ну, как бы у нас тесты были, мы немножко их там писали, но после очередного успешного релиза мы начали топить на них сильнее. Да, просто мне интересно было, это вы просто командой собрались и решили все, нужно вот все, весь функционал покрыть тестами оставшиеся, или как это было, и как вы объясняли это PM? Да, я понял вопрос. Нам немножко сыграла на руку ситуация, то есть мы пока, ну, стабилизировали проект, там фичи были на холде, когда мы именно сдали проект, у нас был момент, когда именно новых фич на реализацию их там по сути не было. У нас реально был физический capacity на то, чтобы на юнит-тест сосредоточиться. Это первое. Второе, это то, что, в принципе, ну, из-за проблем с, там, что мы полтора месяца ввертайм или чисто для того, чтобы сдать примерно в срок, в принципе, менеджмент был открыт к предложениям, что можно сделать. То есть мы собрались, ну, вот у нас 100 человек, то есть там побита команды, то есть есть групп лиды, типа равно дев лиды, есть, типа, там, тим лид команды, и, ну, там, короче, собрались там все лиды и начали просто обсуждать, типа, давайте что-то делать и, там, одно из здравых решений, типа, давайте сосредоточим, попробуем, там, писать юнит-тест, и менеджмент нормально воспринял, вот, как я сказал. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Возможно, еще вопросы? Окей. CI? Jenkins. Да, извините, то есть вот самое главное в аргументации клиенту помогает именно сосредоточиться на бизнес-вэлью, ну, именно для нее, то есть, понятно, так, как я говорил, то есть юнит-тесты потребитель вроде бы и не увидит, но когда вы говорите о том, что, ну, зуб даю, что мы будем теперь релизы нормально отдавать, там, вы сможете плюс-минус там за неделю нам сказать, тебе будет готовый более-менее стабильный релиз, то клиент это воспринимает прям очень близко к сердцу. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо всем за участие. Тогда предлагаю поблагодарить Сергея. Спасибо. И наш традиционный сертификат тебе в коллекции. Спасибо большое за встречу. Спасибо. 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 Спасибо.